всем привет меня зовут стася иванова и вы находитесь на канале бисероплетения в сегодняшнем видео я буду рассказывать как делать развороты в плетении техникой крестик в первой части этого видео мы будем разбирать как сделать разворот вверх затем влево во второй части мы будем разбирать как сделать разворот вниз влево в третьей части вверх вправо и в вниз вправо я надеюсь что это видео будет для вас полезным и вы найдете ответ на свой вопрос ребята сразу оговорюсь что в этом видео я буду показывать подробные развороты в разные стороны но я точно знаю что если вы уже находитесь на каком-то этапе плетения и вам нужно сделать разворот там по схеме могут быть бусинки разного цвета поэтому когда будете набирать бусины старайтесь набирать их согласно своему рисунку у меня в видео здесь только два цвета белый и фиолетовый для наглядности если у вас есть какие-то вопросы вы можете задать их мне в комментариях а также написать мне на почту прислать фотографии ваших работ и я посмотрю и помогу вам разобраться если вы запутались вот я все рассказала теперь покажу как разворачивать плетение разворот вверх и влево смотрите внимательно 4 звена вот они четыре крестика и что мы делаем здесь для того чтобы развернуться вверх и влево нам необходимо сплести пятое звено в пятом звене нужно набрать три бусинки их мы набираем на один конец лески это очень важно то есть вот так раз два три и крайнюю бусинку нам нужно будет переплести сейчас я покажу как это выглядит технически на заготовке посмотрите внимательно мы набираем три бусинки на один из концов лески вот так как мы переплетаем их вот эти три бусинки мы разделяем их между собой отделяем две бусинки которые лежат ближе всего к плетению их мы отправляем туда и крайнюю бусинку переплетаем крест-накрест вот так и теперь просто затягиваем концы лески смотрите после того как вы все затянули оба конца лески должно оказаться сверху и таким образом сравниваем себя со схемой вот так это выглядит теперь нам нужно сделать разворот справа налево в шестом звене мы набираем на ту часть лески которая выходит справа три бусинки вот леска выходящая с правой стороны и вот эти три бусинки далее мы снова разделяем бусины между собой отделяем две и одну то что с краю мы ее переплетаем крест-накрест и подтягиваем к плетению за счет этого маневра у нас получается поворот справа налево посмотрите как должно получиться и теперь сравните наше плетение со схемой таким образом мы развернули плетение справа налево дальше будете продолжать плетение согласно схеме нижняя часть лески будет проходить через звенья 4 3 2 звена через верхние бусинки а верхняя часть лески вы на нее будете набирать бусинки чтобы плести крестики так разворот вниз и влево вот четыре звена заготовки сравним их со схемой пятое звено участвует в развороте вниз для этого на один из кусочков лески нужно набрать три бусинки вот таким образом далее разделяем бусины между собой и крайнюю бусинку переплетаем крест-накрест и подтягиваем лески получается вот так оба конца лески находятся в нижней части сравниваем это со схемой далее делаем разворот справа налево для этого на правую часть лески выходящие из плетения нужно набрать три бусинки чтобы сделать разворот вот посмотрите внимательно правая леска и левая вот на правую набрали три бусинки также разделяем бусины между собой на 2 и одну крайнюю одиночную бусинку переплетаем крест-накрест и подтягиваем эти бусинки к плетению таким образом мы развернули все плетение справа налево вниз теперь сравним это со схемой и далее мы также плетем только выходящую леску с верхней части из плетения проплетаем через нижние бусинки в каждом звене то есть 4 3 2 1 до а нижняя часть лески выходящие из плетения на нем мы будем набирать бусинки и плести крестики разворот плетения снизу вверх направо что мы здесь делаем также заготовка состоит из четырех звеньев до которые мы сделали и пятое звено состоит из трех бусинок на один из концов лески нужно набрать три бусины вот таким образом мы набираем бусинки и теперь как мы плетем также отодвигаем две бусинки и одну две которые лежат ближе к плетению мы их отправляем к плетению а крайнюю переплетаем крест-накрест и так я развернула плетение снизу вверх посмотрите пожалуйста на схему и посмотрите на плетение в шестом звене нам нужно развернуться слева направо для этого на леску выходящую с левой части плетения нужно набрать три бусинки сверяйтесь пожалуйста со своей схемой потому что у вас там могут быть бусинки другого цвета и чтобы не сбился рисунок обязательно это делайте вот смотрите наши звенья левая часть лески вот она и вот три бусинки чтобы сделать разворот разделяем бусины между собой на две и одну крайнюю одиночную бусинку переплетаем крест-накрест подтягиваем посмотрите что получилось таким образом мы сделали разворот снизу вверх и слева направо смотрим на схему сверяемся и так разворот схемы сверху вниз направо вот моя заготовка из четырех звеньев пятое звено нужно сплести таким образом берете леску выходящую с верхней части по рисунку и набирайте на нее три бусинки вот она леска с верхней части вот три бусинки проплетаем так разделяем сначала две от одной крайнюю одиночную переплетаем крест-накрест вот я подтягиваю леску и посмотрите что получается оба конца лески находятся в нижней части сравните пожалуйста это со схемой в шестом звене нужно сделать разворот слева направо для этого на леску выходящую с левой части вот она наберите пожалуйста три бусинки посмотрите внимательно вот наш плетение вот леска выходящая с левой стороны и вот три бусинки также разделяем бусинки между собой на две и одну и крайнюю одиночную бусинку переплетаем крест-накрест и подтягиваем благодаря этому маневру у нас плетение развернулась слева направо сравните пожалуйста это со схемой здесь будет также смотрите чтобы плести ряд дальше верхняя часть лески выходящая с плетения будет проходить через нижние бусинки каждого звена а нижняя часть лески мы на нее будем набирать бусинки и плести крестики и таким образом продолжаем плетение ну что ребята я надеюсь что это видео было для вас понятно мы вы нашли ответ на ваш вопрос если вы считаете что это видео полезно поставьте ему пожалуйста лайк напишите мне комментарии все ли было понятно моим объяснение а еще я выпускаю мастер-классы вы знаете поэтому подписывайтесь на канал ставьте колокольчик для получения уведомления о новых событиях на канале всегда происходит много интересного ну а с вами была стаси иванова творческих успехов вам и вдохновения до скорых встреч